Большой удар по многодетной семье, когда отец семейства, кормилец, уходит из семьи и исчезает из поля зрения навсегда. Но неожиданная новость в нашей истории, которую мы сейчас поведаем, расставляет всё по своим местам и проясняет ситуацию. Двухэтажный скромный дом на краю леса принадлежал семье Кэрол, ветерану Корейской войны Джорджу и его жене Дороти. У них росли четверо чудных детей – 9-летняя Патриция, Джин 7 лет, 5-годовалый Стивен и совсем ещё малыш 8-месячный Майкл. Жизнь текла, как и у любой другой нормальной семьи, тихо и размеренно. Были свои бытовые радости и печали, но однажды произошло то, чего не ожидал ни один из детей – Джордж, их отец, исчез. На все любопытствующие вопросы мама говорила, что отец их бросил и ушёл из дома навсегда. Более того, Дороти просила детей не задавать одни и те же вопросы. Из-за того, что исчезновение отца стало неожиданностью не только для семьи, но и для соседей, решено было искать пропавшего. К поиску подключились полицейские и служба спасения. На ровном месте появились такие небылицы, как эмиграция Джорджа в Корею. Якобы он сильно скучал по этой стране, где воевал, и поэтому решил всё оставить и переехать туда. Другие предполагали, что он никуда не уезжал и даже не покидал дома. «Он зарыт под домом, убитый», – говорили они. Естественно, подобные толки даже не были рассмотрены полиции, и вскоре официальная версия заключила, что Джордж погиб. Похоронив отца, семейство продолжило свою размеренную жизнь. Вскоре Дороти вышла замуж за Ричарда Дарреса, спустя небольшое время после панихиды. Но совместная жизнь не удалась. В начале 80-х они развелись. Дети подросли и произошли естественные вещи, такие как свадьбы старших детей, рождение внуков, в которых Дороти души не чаяла. Спустя более 15 лет не стало и её. Самый младший сын, Майкл, скучал по дому детства и, отправившись на знакомую опушку у леса, решил узнать стоимость продаваемого дома, где он родился и вырос. Но причиной интереса к дому была не только ностальгия, он всё ещё задавался вопросом, что же случилось с его отцом. Уладив все дела с покупкой коттеджа, он стал исследовать дом, и на память пришлись слухи тех времён, предполагавшие, что его отец находится в земле под полом. Не зная, что делать дальше, он пригласил экстрасенса и группу исследователей паранормальных явлений, хоть и не верил людям, занимавшимися подобной мистикой, будучи сам врачом-терапевтом. Несмотря на скептицизм в отношении работников сверхъестественных наук, они указали на место, которое нужно раскопать. И, как выяснилось, спустя несколько часов, отец никогда не бросал свою семью. Его скелет был обнаружен прямиком в том месте под землёй, на которое указали приглашённые Майклом люди. Были в скором времени вызвана полиция и судебно-медицинский эксперт, который заключил, что несчастный действительно является исчезнувшим Джорджем Кэроллом, и он был убит вследствие удара по голове. Вот такой вот конец у нашей истории. Дети получили ответ на свой вопрос. Они не стали строить догадки или делать полномасштабное расследование. Спустя 57 лет душа их отца успокоилась. Большего им не надо. Ставьте лайки, если понравился сюжет, и подписывайтесь на канал. У нас самые интересные истории. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok